всех приветствую мои родные любимые и сердце вам дорогие христолюбчики и брат и сестры в христе и все люди на земле всем желаю всего самого доброго светлого чистого мирного радостного что все в жизни вашего дома ваши в сердца ваши в умы ваша света в тела здоровья что все у вас было хорошо и складника ладненько меня зовут кузнецова дмитрий евгеньевич интернете известен как веган христолюб и это цикл моих лекций видеозаписи как хотите проповеди на тему йога во христе или йога глазами христианина уже 10 роликов позади мы с вами началось все с комментария елены новиковой которая спросил меня как я отношусь к практике йоги и могу могут ли христиане заниматься восточным искусством в каждом из видео на протяжении всего курса всего этого длинного такого моего монолога не знаю во сколько роликов получится я буду отвечать на эти вопросы в каждом видео но и в конце естественно подведем итог давайте посмотрим что мы с вами сделали что у нас получилось вы видите рисую такие ступеньки мы с вами прошли первую ступень йоги мы с вами познакомились с такими добродетелями принципами заповедями если хотите шагами как я и назвал то что мы по ступеньке еще идем мы познакомились с ахимсы сатья астыя брахмачарья апреграха кшама хрите дайя арджава матихара шауча я естественно самых даже если сейчас попросит меня на русский перевести уже не перейду то есть мы с вами просто знакомимся понятно все это не переведенные санскритские слова естественно них есть переводы и аналоги наши русские слова или на любом другом языке мы с вами познакомились одного раза в жизни я думаю достаточно искать кого-то туда потянет ради бога да если нет то обо всем это можно будет благополучно забыть потому что все это есть естественно в христианстве в тех или иных интерпретациях в тех или иных наоборот из улучшениях или ухудшениях но мы в общем то на этот предмет с вами и исследуем нашу тему тему йоги мы с вами взобрались взошли на вторую ступень йоги если у нас 1 назывался яма то вторая не яма здесь тоже самое здесь будут предложены нам по крайней мере на статье по википедии два варианта либо 5 5 шагов либо в 10 шагов как вы можете видеть на экране некоторые шаги совпадают или почти одинаковые вот второй шаг сантоша и там и там есть топаз есть в 5 шаговые системе на третьем месте но он же есть и на 10 месте в десяти шаговой системе и шварапа пуджана и и шварапа пранидхана практически одинаковые вещи они все на пятой ступеньке в каждой пяти шаговой десяти шаговой системе соответственно как вы видите первый шаг в пяти шаговой системе это шауча казалось бы мы с вами это шаучу или шаучу как хотите не знаю куда точно ставится ударение мы с вами она являлась десятым шагом в первой ступени как мы с вами в первом предисловном ролике которое записывал я уже все это сказал показывал поэтому кто впервые попал на это видео рекомендую конечно же обратиться к началу этого цикла к первому видео показал что конечно же разные системы на разном сайте самый разный учитель может по-своему все это интерпретировать менять местами и так далее поэтому мы видим будем видеть перекрестия и понятия определений и добродетели и свойства и всего-всего прочего и чтобы все-таки ролики не раздувать мы же не будем с вами говорить что одно и то же то есть мы этот ступенечку мы этот шажочек по пяти шаговой системе пропускаем ну как раз нас есть первый шаг в десяти шаговой системе не ямы это хри к нему мы в общем то сейчас и приступим но единственное хотел бы чтобы с вами все-таки еще раз закрепили то что мы с вами прошли то есть яма йога первый шаг первая ступень степени йоги это этнические ограничения или универсальные моральные заповеди в индуизме и йога яма первая ступень йоги описано в йоге сутрах патанджали ситха татата 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 и мы с вами эти 10 ступень прошли что ж такое не яма давайте теперь разбираться но сначала почитаем по википедии не яма это духовные принципы в индийских религиях принять принятие культивирования выполнения развития позитивных добродетельных добрых мыслей и принять этих добродетели как своей системы вторая ступень йоги и вот на это же не имеющие авторство статье с чем и позиционирует себя википедия свободная энциклопедия то мы с вами как я вам и показал мы видим с вами два варианта либо первый из пяти ступенчик состоящий либо второй вариант из 10 ступеней и я вам предлагаю еще и на том сайте теперь которыми стал пользоваться для вот этого своего цифра традиция надхов он называется и здесь мы давайте немножко тоже они яме с вами почитаем не яма содержание ограничение обед-пост строгое соблюдение обеда в предписании вторая часть аштанга йоги в контексте йогической дисциплины не яма означает предписание предписание для садханы ну садхана это средство достижения цели то есть определенное опять упражнение чтобы достичь своей цели совершенства да так будем говорить йогин должен их придерживаться потому что без них практика хатха йоги и других может навредить не соблюдая эти принципы или считая их просто моральными заповедями не имеющими отношения к практике очень мало шансов на то что садхана йоги будет целостной и те же асаны и праная мы принесут положительные результаты в духовной жизни поэтому нужно придерживаться принципов ямы не ямы и спрашивать постоянно гуру о упадешах связанных с ними ну советах изречениях учениях так можно утвердиться в этих принципов и обрести сидхи ну вот эти результаты вы помните да которые упоминаются в йога с утра и здесь на этом сайте как раз есть всего лишь одна система сразу приведена причем опять же если я не стал ее выписывать мы с вами пойдем не по этой системе а почему-то мне ближе по википедии рассмотреть эти два шага то здесь десяти шаговый вот этот путь по этой второй ступеньке и он даже здесь разница от того что мы с вами видели видим на википедии вот вам опять живой пример что сколько людей столько и всех их систем да я могу просто вас обратить внимание что здесь топаз аскетическая практика на первом месте а где мы с вами смотрели по википедии неважно откуда они взяли здесь топаз самодисциплина аскезы усердия достижения духовной цели она на последнем месте пойдем мы по википедии мне так почему-то чувствуется ближе ну и сегодня у нас первое в первый шаг второй ступени это что это хри что же такое хри хри это ну по-русски как получается ты на перевод это совесть чувство стыда и вгрузение совести при совершении любого неверного деяния малейшим уклонение от пути благородства нравственности и духовности потакание любым дурным мыслям желанием или чувством произнесение любых оскорбительных слых лживых или неприличных слов это подразумевает взращивание способности к стойкому противостоянию любым пагубным влиянием воздействующим на человека и другой источник хри важна для ученика когда он например по незнанию совершать те или иные оскорбления многие считают что гуру и божества добрые и все прощают может быть это и так но совершая оскорбление мы сами себе создаем карму которая отдаляет нас от высшего плана со временем если это не исправлять должным образом карма может проявиться так что наше ученичество постепенно перестанет быть таковым поэтому ученик должен понимать что для его чистых отношений с гуру следовать этой заповеди очень необходимо ну и ссылка на некий другой источник но чем же мы с вами сегодня поговорим о совести кто знает это моё нелюбимое слово потому что по крайней мере христианин который читал изучал библию ветхие новые заветы то для невнимательного читателя это конечно незаметно но я в свое время обратил внимание на то что слово совесть ветхом зайти не употребляется ни разу один раз она употребляется кто скинет ссылку в неканонической даже для христиан так называемых культовых христиан в неканонической книге иисуса сына сирах эта книга была написана практически за несколько веков до рождества христова до пришествия бога на землю в первый раз была написана неизвестно где неизвестно кем да и то что ее причисляют к еврейской традиции очевидно что если я писал и еврей возможно даже иудей то этот человек был явно за пределами земле обетованны да то есть его сам слог его мир мы мышление конечно же говорит о том что человек этот скорее все жил где-нибудь как сейчас говорят и как тогда в общем-то и было скорее все где-то в европе если это действительно было написано за несколько веков до рождества христова то эта книга была написана в то время когда мир был ну либо греческая была империя либо уже переход от греческой к римской либо можно сказать уже была римская империя там не суть важно потому что мы точно не знаем когда все это писал и все эти датировки которые даже приписывают очень приблизительно естественно мы их воспринимаем лишь на веру никаким образом доказать эти даты мы с вами не можем это единственное место где употребляется слово совесть больше во всем ветхом завете и это и дайте вот со мной надо некоторых что-то спорят там пытаются расслушать это знаете это конечно немаловажно знак такой да ну как так если совесть нас очень любит употреблять это слово да там особенно христиане тоже до живи по совести ты бессовестный и так далее очень странно что это слово никогда не употреблял иисус и так и есть все кто внимательно после моих слов просчет евангелие на предмет этого вопроса сейчас вообще очень просто все делать на любом сайте заходите тем самым библейском сайте сейчас везде есть поисковой такие машины можно любую фразу цитату найти просто вносите это слово на и набиваете его на клавиатуре до строчите в интернете совесть и вы увидите что вам не выдаст ни одной ссылки есть на ссылку который будет это будет она на евангелие от где и а он как автор евангелия то есть автор писатель в том случае где к иисусу 8 главе где к иисусу привели женщину взятую полюбодеяние и он как автор скажет что люди стали расходиться помнить когда все пытались спровоцировать и соблазнить иисуса на соблюдение ветхого закон завета закона моисеева да и признать женщину пойманную в грехе приводеяния побить камнями осудить признать его виновное судить побить камнями иисус этого никому не позволил сделать сам не сделал и люди стали расходиться но предложил вам один из вариантов как это можно сделать что если кто-то без греха пожалуйста можете бросить на нее камень естественно люди обличаем как как и не солон люди обличаемые совестью стали расходиться Но это писал уже Иоанн, любимый ученик Иисуса, возможно, престарел их в возрасте, возможно, живя в той же самой уже Римской империи, где-то там в Греции, в Риме, неизвестно, где он был, да, уже пропитавшись культурами, языками других народов, понимая, что это слово основной массе языческого мира понятно, он его употребил. Хотя тоже немало удивительный факт, почему мы не обращаем на такие вещи внимания, что всего лишь один раз. Если бы христиане должны были жить по совести, если бы это вообще слово и какое-то чувство или орган в теле человека имел место, ну почему Иисус о нем ничего не говорил? Почему мы все время считаем себя в этом плане умнее Иисуса и, да, очень любим, да, проповедовать, жить по совести, вообще употребляем это слово. Разве Иисус его употреблял? Нет, не употреблял. Для многих это относится откровением, такие мои слова, а кто-то потом спорит, ну что со мной спорить, да. Некоторые спрашивают, ну а какое я бы слово употреблял? Я говорю, ну какой? Ну Иисус не употреблял, спокойно обходился без этого слова. Значит, это не имеет мысли в бытие. И по поводу совести, в принципе, вот мы с вами почитали тут некие определения, мысли, что значит практиковать совестливость, получается, да, вот так, я практикую хри, я практикую йогическую, хотите, принцип, йогическую добродетель, как хри, совестливость, да. Каким образом я ее буду практиковать? Я что, буду заставлять себя быть совестливым или как? Ну понятно, здесь в принципе тоже было достаточно понятное определение, то есть ты должен слушаться своего какого-то, ну, внутреннего голоса под названием совесть, да. И когда он тебе будет, я буду все-таки более христианским языком выражаться, да, обличает, может быть и йоги такие слова употребляют, я не знаю. Я говорю, я как христианин, опять же, свободный в Христе, я стараюсь не употреблять этого слова, тоже сам совесть, поэтому и там, может быть, тоже разные люди, может быть, они не употребляют какое-то слово типа обличения и так далее, я не знаю. И, конечно же, они пишут, что когда этот внутренний голос под названием, возможно, совесть, да, будет тебя обличать, ты должен его слушаться и поступать в согласии с ним. Но я как-то записывал ролик на вот этом канале Христалю пропустили голоса пьющего в пустыне, тогда я попытался объяснить простым, понятным языком, глядя на нас, на нашу жизнь, на свою собственную жизнь, на жизнь окружающих нас рулей, на современный мир, современные технологии, и я попытался показать, как вообще природу человека, внутреннюю, невидимую, да, вот так на пальцах, я помню, картинку делал, и я попытался объяснить. Тогда я делал там в фотошопе разные иллюстрации, такие полуанимированные, я показывал, как все это работает. То есть есть человек, да, из него выходит мысль, мысль, проходя грань видимого и немидимого мира, естественно, мысль, что воплощается, обретает действие какое-то, превращается в дело, ну, или слово, слово это тоже дело, посредством языка, голоса, связок голосовых проходит, посредством видимого тела. И, естественно, любое наше дело, оно либо доброе, либо злое, потому что мы кому-то причиняем либо радость, либо боль, и это все к нам возвращается. Вот я тогда попытался объяснить, все-таки сейчас я сделаю себя во весь экран, чтобы я в этот раз не стал никаких иллюстраций делать, я вам попытаюсь еще раз это объяснить на пальцах. Человек внутри меня, невидимая сущность, вот я, пусть это будет шарик, сфера, но мы невидимые сущности будем пытаться объяснить на видимом мире. Вот я, сфера, шар. Да, меня можно грубо поделить пополам, вот возьмите на уровне, в области моего сердца. Есть нижняя часть сферы, шара, это, давайте ее хорошо назовем совесть, но прежде я назову ее анализ, анализатор. Я анализатор, это все я, но верхняя моя часть, это выбор. То есть нижняя часть я анализирую, верхняя я выбираю, полусферы, да, вот этой. Это я, когда я рождаюсь на эту землю, Бог дает мне дыхание и все, и жизнь, да, у меня, я еще чистый, я ребенок, я ничего не понимаю, я не знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Мой дух, я вот это, вот этот мой дух, шарик, моя личность, мой дух, я еще ничего не понимаю. Я понять что-то могу, только пережив что-то, поэтому у меня есть чувства. Чувства мои переживают только потому, что они что-то ощущают, это область тела. Боль или радость, страдание или удовольствие, да, мир или немирность, да, или расстройство какое-то, войну, да. И у любого добра есть зеркальное зло, да. Когда я какую-то мысль у меня вылетела, эта мысль, вот с этого шарика вышла. Я пока мыслю, я это пока не знаю, я никогда никого не убивал, я никогда не видел, как проходит убийство. Но я вижу перед собой такого же, как и я. У меня возникает мысль взять нож и убить его. Эта мысль возникла, я взял и убил человека. Ну, даже это убил, даже более такой грубый пример, да, помягче возьмем. У меня возникла мысль взять ударить человека. У меня мысль возникла, я ее реализовываю, я беру и бью человека. В ответ я получаю себе в челюсть. Так. Мое я, которое родило эту нехорошую мысль, хотя я еще не знал, какая это мысль. Это пока была мысль. Она не хорошая, не плохая. Я понятия не имею, что последует за моим ударом этому человеку. Представьте, Рай, представьте, что вы первый человек. И Бог вас разделил на двоих людей. Адама с Евой. И вы решили Адам Еве за трещину, как это говорит, заушить, да, дать в лицо. Или она, ему не важно, кто первый там начал, да. Пока мысли, это вы же не знаете, какой результат. Может быть, вы усиленно взяли, да. Или сказали какое-то грубое слово. Ну, мне кажется, вот на ударе очень хорошее показать. Потому что даже убийство, ты ничего сразу не почувствуешь, как тебя. Тебя потом кто-нибудь убить может, да. Все в любом случае пожинается. То, что сеется. Так уж Господь задумал. Таков закон бытия. Естественно, когда я эту мысль воплотил, ударил. Мне вернулась в челюсть ответный хук. Я почувствовал боль. Я пережил страдания областью сердца. И в мой шарик, возьмете такой круговорот, да. Вот от меня к внешнему миру. Вот так вот и обратно. То есть, эта мысль родилась, воплотилась в дело. Это дело реализовалось. Естественно, она получила какую-то ответную реакцию. Сделал добро. Меня в ответ поцеловали. Ну, давайте два примера. Я вот ударил, и в ответ меня ударили. Я получил боль. Сердце мое испытало страдания. И вот этот мой дух, что он анализирует? Так. Вот эта мысль ударить человека сделала, причинила мне боль. У меня другая мысль рождаться. Подойти, обнять этого человека или поцеловать эту женщину. Вот я первый человек, Адам, увидел Еву. И у меня мысль поцеловать ее, обнять и поцеловать. Я иду. Моя мысль рождается. Она воплощается в дела. Я подхожу, обнимаю, целую ее. Она в ответ меня еще сильнее сжимает и еще сильнее и страстно целует. Я испытываю удовольствие. Так Бог придумал, что через тело, что-то там начинает через нейрончики или какие-то там, не важно, что там, куда поступает. Я начинаю кайфовать. Испытывайте удовольствие и наслаждение. Вот это мой дух, из которого выходит и в которое входит. Я проанализировал. Какой сделал я вывод? Я обучаюсь. То есть, оказывается, вот это мое я, оно самообучаемое. Как в современном мире, кто знает, сейчас есть нейронные системы, их называют алгоритмы. Они появились с тех пор, как появился компьютер. Сейчас они просто совершенствуются. Сам компьютер, это нейронная система, это система обучения. Сейчас они просто доходят до того, что они как бы самообучаются. Но опять же, кто понимает, самообучение это тоже алгоритм. Это алгоритм алгоритма, да. Его пишут опять же люди. Пока машины стать самостоятельными не могут и, возможно, не смогут никогда. Все эти трясучки об интеллекте, пока никто не знает, как его создать. Потому что все, что мы даже видим, якобы искусственный интеллект, пока всего лишь это машина. И создать вот этот вот алгоритм обучения, его не сложно, но его создает человек. Самообучение, это выбор. Как мы можем машину наделить даром выбора? Это вот тот дух, который, если вот эта нижняя часть, как ее называют, совесть, а я ее называю анализом. Это нарабатываемая часть, то верхний дух, он изначально был свободен между выбором и добра и зла. Просто пока я пустой, я еще пока не знаю. И вот все, что внизу, как говорят, в этой совести там или еще что-то. Хотите голос Божий назовите, хотите голос твоих родителей, которые тебя с детства учат, этого не делай. Это теория. И после того, как я эту теорию проверю, и она превратится в практику, то есть в опыт, это называют уже совестью. То есть я уже сам знаю. Мне уже не нужен ни голос Божий, ни голос родителей, ни голос каких-то людей мне посторонних. Я сам знаю, что такое добро и что такое зло. Я Бог. Вот это вот познание добра и зла, из теоретического внизу в практическое, и я становлюсь Богом, именно познающим добро и зло. А вот потом что я выбираю каждый раз после анализа? Это никакая не совесть мне говорит. Это никакой уже не Бог мне говорит в моем сердце. Я сам знаю. Я есень. Я знаю. Я ударил, получил удар в ответ. Я теперь всегда знаю до конца жизни. Если я кому-нибудь тресну, скорее всего мне треснут в ответ. Если я поцелую, скорее всего мне поцелуют и в ответ. Понятно, я могу поцеловать в мире, лежащем возле, и мне могут дать еще и кулаком в ответ. Люди разные бывают. Ну, грубо говоря, ты дал 100 рублей, тебе еще плюнули в лицо. Такое может быть в этом мире. И наоборот, я ударил кого-то, и этот человек простил меня и не стал мне мстить. Это в мире, лежащем возле. Но в теории я понимаю, что в принципе, если два человека более-менее одинаковых, не грешных и не супер святых, то, скорее всего, если я его поцелую, да, как в средне живут люди, как с тобой хоть, чтобы поступали, так и я. Он меня треснул, и я ему тресну, да, по закону око за око, зуб за зуб. Он ко мне с добром, и я к нему с добром. Это классика жанра. Вот эту классику жанра все мы проходим с вами. И, естественно, с мерой моего возрастания, жизненного опыта, я становлюсь Богом. Это лишь алгоритм обучения. Из своих реальных мыслей, которые еще не плохи, не хороши, я не виноват в том, что я первый раз, из меня вышла мысль кого-то ударить. Когда это впервые в жизни у человека происходит, у маленького ребеночка, или каким первым Господь создал людей, вряд ли они были маленькими, ты был полноценный человек, во взрослом состоянии, он был бессмертен, без начала и конца. Конечно же, первая его мысль, она, можно сказать, не скверна. Он еще не знает. Человек должен сам стать Богом. Он должен все вкусить и все познать. Теории недостаточно. Именно практика. Получение блага или страдания от того, что я делаю, добро или зло. Поэтому, ну, если, конечно, вы вот это совестью называете, но опять же, многие начинают тогда утверждать, и совестью предпочитают, что она всегда есть в человеке. Это не так. То, что я вот сейчас, если вы видите, назвал совестью, это опыт. В принципе, зачем путать слова, если у них уже есть определение. А совестью зачастую называют, да, голос Божий в человеке. Я много раз говорю, что атеистом, что наоборот христианом. Вы поймите, совесть – это атеистический термин. Они его придумали, бога нету, да, и вот пусть будет совесть. Это что-то такое светлое, чистое, что каждому типа доступно. Нет, это не так. Я в детстве много чего не знал. Мы вспоминаем, вспомните свое возрастание по плоти. Ну, может, понятно, мы там не помним, год, два, три, как мы капризничали, нас родители тоже ругали. Ну, что мы еще не знали. Мы пробовали, мы так делаем, мы так делаем. Мы смотрим на реакцию родителей, а как они отнесутся, а что такое хорошо, что такое плохо, да. Мы это познаем. Вспомните уже свою юность, отрочество, юность. Но с одной стороны и то, это мы все равно забываем тот момент, где мы познали истину. Родители нам сказали, что это плохо там друзей обманывать. Или я где-то это слышал, или я действительно уже просто обманывал, и уже получал этот опыт. Я обманывал еще в три годика в песочнице соседа, мальчика, девочку. Я уже тогда получал плоды, пожинал, и я уже тогда на самом деле познал, что ложь или обман – это плохо. Мы об этом забываем, что многое мы уже просто забываем. Но мы проходили это опытом. И поэтому в моем случае, я говорю, это тоже не подходит под совесть. Есть я. Я, самообучаемое я. И вот действительно, в зависимости от того, что при самообучении, при том опыте, который я уже прошел, я выбираю, вот за это, за все я в ответе. И действительно, человек сам себя делает либо счастливым, либо несчастным. Потому что на самом деле, делая добро, поцелуй дарит радость другому. Ты только внутренне уже счастлив от того, что ты, ну опять же, ты через созерцание, человек тебе улыбнулся. Ты же видишь, Бог придумал все эти чувства, чтобы мы, через них проходя, вот эти вот физические, там, нейроны, молекулы, неважно, ты получаешь какое-то удовольствие. И от созерцания, и от тактильности, и от слуха, и от вкуса, и от запаха. Вот. Естественно, ты понимаешь, что творя благо, ты счастлив, потому что счастье в любви, быть любимым, любить и быть любимым. Это же все очень просто. Вот и все. Поэтому никакой совести, как таковой, нету. И практиковать, вот, в принципе, я, наверное, уже заканчиваю ролик, по отца, и так много наговорил, но мы сегодня, правда, начали новую ступень, пришлось об этом немножко поговорить, вспомнить первую ступень. Что я хочу сказать по поводу практики вот этой вот совести. Не знаю, что там у йогов, как они, как там уж прямо с вами совсем кратко, все-таки достаточно поверхностно, если проходим их неопределение, их не литературу, их не учение, пользуюсь вот там википедией, чисто случайно выпавшим мне первом сайте. Ну, никак не первым, некоторые посмотрели, мне не устроили, а вот этот вроде устроил. Поэтому я скажу сейчас свою формулировку, если йога это, то это можно делать. Опять, как я вам заключу, как всегда, последнюю свою мысль в эти выводы. То есть, человек что должен? Конечно же, при самообучении добру и злу, человек сам должен, не то, что нужно, он должен это делать. Для чего? Чтобы самому быть счастливым. поэтому избирать добро, ты должен всегда, настоящее только добро. Настоящее добро, избегать настоящего зла. То, что ты там свечку в капище не поставил в кривославном, это же ни о чем не говорит. Это никакое не зло, ты всем этим понимаешь, что это за ерунда, я что, от этого несчастлива встал, нет, я кому-то плохо сделал, нет. А вот если ты мимо нуждающегося прошел и даже 10 рублей ему не бросил, это да, вот это зло. Так что, что значит практиковать это, это вот йога, если йога это вот это, что ты должен жить всегда, ты должен самообучаться, что такое добро и зло, и потом, уже самообучившись этому добру и злу избирать всегда благо, которое ты уже опытом познал. Вот посмотрите на меня еще один личный пример, вот я стал проповедовать истину, да, я же тоже обучался этой проповеди, ты не сразу из ученика перерастаешь вдруг в учителя вот так по мгновению пальцем тебе щелчка, тебе дали диплом и ты пошел учить, нет, я тоже практиковал, я от ученика и от равного общения потихоньку превратился в учителя. Каким образом? Я стал практиковать, я набивал шишки, как общаться, как что, и потихонечку это стало, да, я практиковал как говорить, что говорить, с кем говорить, почему говорить, именно это приходит, и в это приходишь, ты опытом познаешь, как общаться, что делать, что добро, что зло, вечно там похоловки всех гладить, лишь бы вот не обидеть никого, да, слушай, если ты пришел меня слушать, как Иисус говорил, исполняй тогда, а если нет, ну пожалуйста, вольному воле, я стал учиться, учить, это тоже великое искусство, всегда говорил, есть три степени, да, ты ученик, учитель, и учишь, учитель, и взращиваешь учителей, то есть учишь не учеников уже, а учителей, это вообще высшая степень, да, вот, естественно, я из ученика Христова стал превращаться в учителя Христова, и это тоже путь, я тоже набивал шишки, я тоже познавал, что в учительстве благо и неблаго. Оказывается, когда ты еще сам ученик, ты по-своему общаешься с так называемыми братьями и сестрами во Христе. А когда станешь учителем, речь не идет о превозношении. Иисус ни над кем не превозносился. Он действительно, когда надо, и ноги мог умыть, чтобы не только на словах, что он всегда говорил, но и делом явить то, чему он учил. Я также не превозношусь над братьями и сестрами во Христе. Вообще ни над какими людьми. Но если ты пришел ко мне слушать, будь любезен, сядь и слушай. Не нравится тебе, будь любезен, встань, уйди. То есть раньше я думал, что да, надо от всякого человека, который сам творит беззаконие целыми днями, он меня еще жизни учит, и я должен все это хинею слушать. Глядя на Иисуса даже, я уже глядел на него не как ученик, а стал глядеть как учитель. Чему бы я должен учиться как учитель, как он себя вел как учитель. Я стал видеть абсолютно другие вещи, тем те, которые я еще несколько лет назад видел, как ученик, точнее, их вообще не замечал. Они меня не интересовали, я еще до них не дорос. Когда Бог меня поставил на это уже, я стал смотреть на Иисуса и всматриваться в Евангелие, на его слова и поступки как учителя. Что он делал, как он поступал. Вот так вот. Вот так вот. И, естественно, я стал это делать опять как я самообучаюсь, и самообучению я вот так раз, два, три поступил. Да, позволил себе где-то на шею сесть. Да, на этой шее стали бессовестные. Сейчас это слово употреблю, которое я никогда не употребляю. Я говорю, многим, немногие со мной в этом все равно согласны. И они стали бессовестно ездить. Я говорю, ты не блокируешь человека, так он готов тебя просто говном закидать так, что ты просто будешь обтекать целыми днями. Тебе никакого желания не будет ни проповедовать, ни нести людям добро. Вот. Потом ты понял, что человек просто блокирует, как Иисус точно так же уходил, и все. Он мог поговорить с кем-то. То есть, человек совсем упорствовал во зле. Ну, что-то там с ним сейчас, сегодня вот делать бесполезно. Он просто не готов. Вот. Ты такие начнешь вещам учиться. Ты понимаешь, что это не зло, что ты человека заблокировал. Сначала у тебя там бесы эти, да, в комментариях тебе тычут, что, а, ты там не способен общаться, да ты не такой, кто себя строишь, да кто-то любой выдержит. Да Иисус бегал таких же. Его искали убить. Он вообще уже потом перестал в Иерусалиме проповедовать. Мы все же это с вами помним. Его в родном городе хотели сбросить со скалы, с горы. Он больше не ходил туда. Со временем он перестал посещать эти синагоги, в которых было его везде искали. И везде его хотели убить и побить. Ты начинаешь это все видеть, ты обучаешься. И ты понимаешь, что такое опять добро и зло. И что ты делаешь? Поступаешь в согласии просто с ним. Ты не в какую-то все совестливость развиваешь. Ты просто всегда... Вот что такое действительно, уже я говорю сейчас, если йога вот это, и хри, который мы сегодня разбирали, шах, говорит о том, о чем я говорю, да, я согласен. Если нет, я не согласен. Потому что развивать себя просто в какую-то глупую, совесть за все на свете, как, знаете, у православных, особенно у католиков, этот фетиш по самобичеванию, да, я грешный, грешный, супергрешный, я грешнее всех на земле. В чем, спросишь, у сем грешна. В чем бабушка грешна, священник? У сем грешна, сынок, у сем. Чем она грешна? Господи, даруй мне видеть грехов моих бесчисленное число, как песок морской. Молитва, чья там Исаака Сирина, ой, Ефрема Сирина. Вот этот фетиш, это самобичевание у католиков, там, самотерзание, да, там, аж доходит до реальной стезания плоти, да, сострадание Христу на кресте, да, это все ничего общего с истиной не имеет. Человек действительно должен познавать просто, что такое добро и зло, добро это есть любовь, что такое любовь, в каких делах она, причем в мире, лежащем во зле. Очень тяжело сразу понять, как ты должен поступить, потому что в мире, лежащем во зле, да, тебе всегда будут противиться бесы, да. Ты проповедуешь любовь к животным, веганский образ жизни, тебя тычут, а ты что такой агрессивный, это я агрессивный, вы перерезаете глотки с животными, я их защищаю, я агрессивный, а вы хорошие одуванчики, агнцы непорочные, вы глотки режете, а я палач. То, что словом прессую вас, и то я как прессую, я к тебе в дом что ли ломлюсь, к тебе в личку стучусь, у меня посты на моих страницах в интернете, у тебя какое-то право есть на мою личную собственность, а моя страница в интернете, это моя собственность, это моя площадка, ютуб, он публичный, не нравится тебе, нажми красную кнопку, забудь обо мне, лежи в своей блевотине лицом вниз, никто тебе не мешает, это ж не я на тебе еще ногой сверху наступаю, чтобы ты оттуда вообще не выбрался, я наоборот тебе руку протягиваю, вылези из этой блевотины, подними свое лицо, омой его, стань светлым, и конечно же, тебя начинают затыкать, сначала ты начинаешь угнетать, я думаю, ой да, вот я на ней прав, да, смотри, они как раздражаются, а потом ты понимаешь, я что должен, в мире каждую секунду, сотни тысяч животных страдать, и умершвляются, и я должен переживать, из-за какого-то, видишь ли у него там что-то, настроение с подпорта, причем он сам на мой канал зашел, а что-то у тебя настроение не портится, когда ты глотки эти режешь, ты на себя посмотри, загляни в себя, там есть совесть хотя бы, о которой вы все говорите, нет там никакой совести, я уж молчу про обучение добро и зла, если вы это добром называете, то что вы вытворяете, и так куда ни тыкни, вот, за обличение этих культов, которые Иисус обличал, Иисус дебош устраивал в капище Соломонова, всех животных спасал, оттуда выгонял, этих всех, все эти торгаши, всех столы переворачивал, это делал Иисус, оказывается, это дела любви, и вот потом ты обучаешься, и действуешь в согласии с этим обучением, не совести, не голоса Божьи, ты опытом познаешь, что такое добро, что такое зло, и потом действуешь с этим опытом, и вот, вот это хри, если вот это хри, то я согласен, вот это надо практиковать, это надо, это не надо, это нужно, это обязан христианин так жить, он познав, что добро, что зло, обязан поступать в согласии с добром, которое он изведал опытом, надеюсь, я понятно объяснил, до встречи в следующем ролике, Суббитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok